Добрый день, уважаемые коллеги! Глава нашей республики Александр Захарченко неоднократно подчеркнула, что основная задача руководства это вернуть полноценный мир и благосостояние, восстановить попранные Украины права жителей Донбасса. И, собственно говоря, деятельность любого министерства и ведомства как раз и происходит в этом ключе. И в том числе в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. В том числе гуманитарная программа распространяется не только на жителей, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики, но и на наших соотечественников, которые проживают в Донецкой области временно подконтрольной Украине. Я напомню, что в прошлом году в рамках реализации гуманитарной программы на Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики была возложена обязанность по осуществлению единовременных выплат определенным категориям граждан. Я напомню, что в рамках именно этих выплат, выплаты получили 230 человек. Это граждане из числа ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне, а также лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, в том числе шахтеры-инвалиды, получившие увещи в результате производственной травмы или профессионального заболевания. В этом году руководством Республики принято решение о продолжении гуманитарной программы. И в рамках ее реализации в этом году мы осуществляем единоразовые выплаты следующим категориям граждан. Это прежде всего ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также Второй мировой войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в размере 12 тысяч рублей или 6 тысяч гривен по желанию заявителя. А также категория семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет, в размере 6 тысяч рублей или 3 тысячи гривен. На сегодняшний день помощь от Республики уже получили 394 человека. Из них это 70 ветеранов Великой Отечественной войны, 324 это представители многодетных семей. С 1 июня этого года Республика осуществляет помощь в виде единовременной денежной выплаты семьям, которые воспитывают детей-инвалидов до 18 лет. Эта выплата была приурочена к Международному дню защиты детей с целью оказать дополнительную материальную поддержку родителям таких детей. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей или 2,5 тысячи гривен по желанию заявителя. Для оформления и получения помощи необходимо обратиться в один из центров социальной помощи и административных услуг, расположенных на контрольных пунктах въезда и выезда в Республику вдоль линии разграничения. Я напомню, что таких пунктов у нас 4. Это пункт Еленовка в одноименном населенном пункте Еленовка, пункт Александровка, Петровский район города Дононецка, пункт Майорск, город Горловка и пункт Октябрь, Новозовский район Республики. Перечень документов, которые необходимы для оказания помощи именно этой категории, последней, это семьи с детьми-инвалидами. Прежде всего, это заявление положенного образца, оригинал паспорта получателя, оригинал свидетельства о рождении ребенка на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, оригинал заключения ВКК о признании ребенка-инвалидом или удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь согласно закону о государственной социальной помощи инвалидам с детства детям-инвалидам или письменной информации территориального органа труда и социальной защиты населения о пребывании лица на учете, как получателя государственной социальной помощи детям-инвалидам. Письменная информация территориального органа пенсионного обеспечения о пребывании лица на учете, как получателя социальной пенсии по инвалидности на ребенка-инвалида, подписанной должностным лицом и заверенной печатью территориального органа. А также при необходимости оригинал документов, подтверждающих смену фамилии законного представителя. Опекуны, попечители, усыновители, приемные родители или родители-воспитатели подают, кроме указанных документов, документы, подтверждающие установление опеки, попечительство, усыновление. Также за получением этой выплаты могут обратиться доверенные лица. В таких случаях, кроме перечисленных документов, предоставляется оригинал доверенного лица, оригинал доверенности, заверенный нотариусом, либо органом местного самоуправления, главным врачом или его заместителем и выданный в районах Донбасса, временно находящийся под контролем Украины. Хочу отметить, что вчера, 13 июня, на контрольном пункте Майорск, расположенной в городе Горловка, была осуществлена первая выплата ребенку-инвалида. Это семья, которая приехала к нам из Селидовского района Донецкой области. Эта семья воспитывает несколько детей, это многодетная семья, вот один из детей, ребенок-инвалид, и семья в целом получила 5,5 тысяч гривен, 3 тысячи как многодетная семья, и 2,5 это выплата на ребенка-инвалидов. Мы приглашаем всех представителей вышеуказанных категорий приехать и получить ту помощь, которая им положена, и которая будет отчисляться до 15 декабря текущего года.